Что можно сказать? Наверное, не достучался я до футболистов. В неделю мы говорили о том, что 2-0 это еще не результат, который нам обеспечивает проход в полуфинал Кубка. Наверное, не достучался. Плюс мы постоянно акцентировали на том, что обратили внимание на матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, как клубы делают камбэки, проигрывают 2-0, выигрывают. Поэтому, наверное, сегодня я виноват тем, что не достучался до своих игроков и не смог им объяснить, что 2-0 это еще не победа. То, что касается игры, в любом случае тяжело противостоять сопернику, который доставляет мяч в атаку за счет длинной передачи на 60-70 метров. Очень тяжело обрезать это начало развития атаки. Для того, чтобы перекрыть эту длинную передачу, нужно выше поднять игроков в средней линии. Это невозможно. Тогда ты в любом случае понимаешь, что ты в середине остаешься в меньшинстве и соперник будет иметь численное преимущество в опорной зоне. Поэтому в первом тайме было больше моментов, когда мы проиграли. Во втором тайме чуть попытались исправить за счет крайних полузащитников. Попытались обрезать эту длинную передачу по диагонали. Их уже было чуть меньше, но все равно я считаю, что сегодня вот эти длинные передачи доставили нам очень много неудобств. И я считаю, что то, что мы сегодня проиграли, наверное, закономерно. Спасибо. Может быть, какие-то вопросы? В общем, все, по-другому, старший Роман Михайлович. Здравствуйте. Какого заедпочироваться? Как оценивать игрока? Который долгое время был вне игровой практики. Но мы понимаем, что у нас стратегия двух матчей была. Мы понимали, что мы на него рассчитываем. Мы хотели дать ему поиграть, увидеть его немножко в деле. Потому что все-таки я считаю, что матчи, которые проходят в Турции, матчи, которые проходят официально, это разные матчи. Поэтому мы сегодня посмотрели на него в деле. Ну, наверное, все-таки я доволен больше, чем недоволен. Естественно, у него нет, наверное, функционального состояния. Он не готов на все 90 минут. Он не готов, наверное, еще к единоборствам, ко всему. Но мы, я считаю, посмотрели, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Поймем, достойно он играть в основном составе или нет. В любом случае, у нас 20 игроков. Каждый из них достойно играть. Поэтому пока же все тренировочные процессы. Всего еще вопрос. У меня Сергей Митриевич, какой подбирай. Роман Михайлович, который не ходил, и до конца обошел. У вас на атаке почему решили поменять именно четче уровень Турцика? Ну, дело в том, что Зубович у нас на сборах играл левого полузащитника. Видно было, что Чочев подустал и в первом тайме допустил очень много ошибок. Мы постарались додержать его как можно больше. И за счет того, что у нас Егор играл на сборах и левого полузащитника, и правого полузащитника, у нас только эта вариативность была. Мы его сместили на левую позицию, а Данила переместили в центральную зону. Но при этом я не могу сказать, что Егор не справился. У нас были и моменты опасные, мы забить в конце могли. Естественно, я и не сбрасываю тот счет, что соперник остался в десятером. Но в любом случае, я же говорю, что я Егору не могу предъявить претензии. Я остался доволен. Он выполнил ту работу, которую мы хотели. Он дал объем, выполнил все то, что от него просили. Дело в том, что у Фатая давно уже проблема с голеностопом, и мы решили ему сегодня на этом искусственном поле дать немножко отдохнуть. Я же говорю, в любом случае мы понимаем, что есть турнир начинается, чемпионат это длинный турнир, там есть стратегия большого количества игр, поэтому мы решили, что Фатая, наверное, лучше дать сегодня отдохнуть и дали ему паузу. Отнеслись спокойно, к этому единственный минус, конечно, что ты очень рано встаешь, очень рано кушаешь, плюс длинный пункт. Ну, нормально, с пониманием отнеслись. И нельзя делать скидку на это, потому что соперник делал то же самое. Они проделали то же самое, поэтому вполне нормально отнеслись, с пониманием. Я говорю, основная наша проблема в том, что мы не смогли достучаться до игроков за эти пять дней, что 2-0 – это не конечный результат. Плюс я, по-моему, на предыдущей пресс-конференции сказал, что если мы забили 2, почему соперник не может забить 2? Еще вопрос. В прошлом году урошник я играл на позициях, которые в полузащитника в Динамо, и прямо сейчас есть некоторое недопонимание, но не в полузащитница, а так как никого рассматриваете на позиции, и на следующий возрасте, наверное, полузащитника в Динамо? Ну, дело в том, что мне тяжело судить, что было в том году. Я команду принял месяц назад, и я вижу то, что есть сейчас. Допустим, мы же не говорим на тему то, что месяц команда не строится, мы не говорим же, что большая группа игроков пришла, что должно быть взаимопонимание. Все это мы в тренировочном процессе работаем над этим, и жаловаться то, что было в том году и что происходит сейчас, мы не собираемся. Мы просто анализируем наши игры, анализируем тренировочный процесс и пытаемся двигаться вперед. Сегодня много аспектов, которые не понравились. Не понравилось, очень мало вертикального футбола было. Если такой футбол был в первом матче, то сегодня не было. Я же говорю, основной момент то, что все-таки я не достучался до игроков за эти пять дней. Ну, последний момент. В обоих матчах заявки остались в Тиборчике, но Лович сейчас все. Что, что? Извиняюсь, не слушаю. В обоих матчах заявки остались в Тиборчике, но Лович сейчас все же. Ну, Гаврилович с нами не тренируется, а и Трибутич с нами не тренируется. Вот и весь вопрос. Их с нами нет в обоиме. Ну, это наши внутренние дела, я не хотел бы о них говорить в прессе. Спасибо.